Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Я сделала вот такую классную прическу, показывала вам в инстаграме. Я почему-то боялась, что в кадре этого будет незаметно, но сейчас я смотрю, что все видно. Но на всякий случай, всегда в инстаграме я заранее показываю вам мою прическу. Да и вообще, что мы будем кушать, советуюсь там в каких-то моментах с вами. В общем, сегодня у нас мукбанг с ананасом. Я запекла одну часть, а вторую просто разрезала, и получается очень вкусно. Однажды такой мукбанг был, но это было очень давно. Наверное, год назад или, может, два года назад. В общем, я помню, как я снимала подобное видео. В этот раз я добавила гораздо больше сыра. Здесь тоже есть ананас, но его значительно меньше. И получается очень вкусно. Посмотрите, как сыр тянется. Любовь! Предварительно, кстати, я немножко обжарила, а потом уже отправила запекаться в духовку. Однажды я готовила без ананаса. То есть, эта часть была абсолютно без ананаса, и было не настолько вкусно. Лучше и вкуснее получается, когда с ананасом. Здесь у нас куриная грудинка. Шампиньоны мои любимые просто. Я так люблю шампиньоны, и у нас в магазинах они очень дорого стоят. Я маме все говорю, можно придумать, как их выращивать и зарабатывать на этом деньги. Вроде бы, там не очень сложно узнать все, как делается и выращивать можно. Можно нанять людей, которые будут этим заниматься вплотную. Такой неплохой бизнес должен поучиться. Вчера приходила подружка, и мы ей смотрели, ну там на сайте просто. Разные варианты квартир, они там с мужем хотят купить квартиру. Уже накопили энную сумму, им еще одобрили ипотечный кредит. И, в общем, мы смотрели квартиры в той зоне, где находится квартира у меня. И я просто, девчонки, извиняюсь за выражение, офигела от цен. То есть настолько выросли цены, прям легко на 40%, на 35% это прям точно. Подорожание. Как мне повезло, что я поторопилась, решила сразу уложиться. Хотя люди вокруг мне говорили, там, не знаю, подкопи, купи трешку, там, не знаю. В центре купи подкопи. Ну вот хорошо, что я никого не послушала, просто купила и все. Потому что пока я копила бы, резко бы цены подскочили. Отчасти это, возможно, из-за того, что очень много людей переезжают из России. Из-за вот этих непонятных ситуаций. И цены только растут просто. Куда уже дальше? Очень сочно получилось. Они просто хотят двушку. А двушка в этой части стоит где-то, я не знаю, 90 тысяч. 80 тысяч долларов. В целях экономии проще, наверное, все-таки купить уже с ремонтом. Хоть с каким-то, потому что тройматериалы тоже дорожают. Все дорожает. Я свое покупала. Там пол, потолок был. Кое-где обои переклеили. Ну то есть, косметические какие-то моменты оставались. А так, в общем и целом, ремонт, по-моему, был от застройщика даже. То есть, человек, у которого я купила, он только, получается, балкон застеклил и обклеил балкон кафеля. А все остальное, вроде как, уже застройщик сам сделал. Вообще, такой классный мужик мне продал квартиру. Такой классный, такой добрый вообще. У него такая ситуация была, я не знаю, вам рассказывала или нет. У него сын жил в Лондоне. И он хотел продать всю недвижимость, которая у него есть здесь в Баку, чтобы он там в Лондоне мог что-то купить. Это была однокомнатная квартира, вот эта, которую я купила. Была трехкомнатная квартира, была дача. И, в общем, он все это хотел продать. Лишь бы его сыну было хорошо, лишь бы сын там что-то купил. Понятное дело, что цены здесь и цены там, это небо и земля. Поэтому, наверное, здесь надо все имущество продать, чтобы там купить какой-то курятник. Ну, есть люди, которые сидят и ноют, что их что-то не устраивает. И мне нравится страна, в которой они живут. Как же все плохо. Как же хреново. Есть такие люди, а есть люди, которые просто молча делают то, что им хочется. И вот как раз-таки, мне кажется, этот мужик был такой человек. Я ему когда даже деньги переводила, ему нужны были деньги в долларах. Но у нас, к сожалению, такой возможности нет. У нас как бы купли-продажи, она должна быть обязательно в монатах, в национальной валюте. Ну, понятное дело. Но ему нужны были именно доллары. Он потому что все собирался переводить туда. Мы, кстати, не знали, что нельзя в долларах покупать. Потом уже там, на месте, об этом узнали. И конвертировали по не очень выгодному курсу. Но все это на самом деле мелочи. То есть у меня ассоциации с этим человеком только положительные. И как будто прям судьба. Вообще, поиск недвижимости, даже если у тебя прям неограниченный бюджет, все равно сложно. Сложно в каком плане. Например, ты хочешь определенное местоположение. Ты хочешь определенный этаж. Ты хочешь, чтобы это было близко к метро. Тебе хочется, чтобы проект тебе нравился. И все это в одном как бы не бывает просто. Например, я для себя не рассматривала низкие этажи. Это не мое. То есть до пятого этажа. Это не мое. Выше пятого. Лучше, конечно, от пятого где-то до четырнадцатого. Вот это вот середина. Это брусника. Я ее на самом деле не очень люблю. Больше ананас люблю. Даже, знаете, после покупки квартиры был такой момент, что там была задолженность по воде. Точнее, там никто никогда не жил. Просто проблема в том, что там не стоял счетчик. А когда в квартире у нее стоит счетчик, там автоматически индексируется определенная задолженность. То есть хоть ты водой и не пользовался, там никто не жил, вовремя счетчика не было. Поэтому была приличная такая задолженность. Ну как приличная? Ну скажем 100 долларов. За воду. Я об этом не знала. Мы уже куплю-продажу все сделали. Потом приезжает он, чтобы мужик... И он мне такой говорит, вот ваши, говорит, деньги. Я уточнил, говорит, здесь есть задолженность. Мы с вами этот момент даже не обсудили. Я не хочу, говорит, чтобы между нами были какие-то разногласия. я ему говорю, да не надо. Вы мне и так и уступили на конвертацию, там вы потеряли. у нас около подъезда. У нас около подъезда мы стояли и мы целый час обсуждали, кто заплатит за это. За воду. В конце мы остановились на том, что половину заплачу я, если я не ошибаюсь. Половину заплатил я, половину он, чтобы никто не был в обиде. Но у меня невероятно крутые, как сказать, ассоциации с этим человеком остались. От чистого сердца, когда я ему деньги давала, я ему сказала, что это как значит, что вы получили плоды от этих денег. Я не знаю, как это перевести на самом деле. То есть я от чистого сердца отдаю эти деньги на самом деле. И он мне говорит, что я от чистого сердца тебе отдаю хат. В общем, так вот было. Вообще, я очень люблю оптимистичных, позитивных, добрых людей. Я не люблю людей, которые обызлены на весь мир. Потому что я сама такой человек. Если каждый из нас будет хоть чуть-чуть добрее, не будет агрессировать по каждой мелочи, где-то что-то помогать друг другу. Я уверена, жить тогда станет намного приятнее. В общем, подруга сейчас выбирает квартиру. И они хотели двушку, но они в двушку вообще не укладываются. То есть придется взять однушку. Вообще, по идее, между двушкой и однушкой не очень большая разница в цене. Но все-таки гораздо удобнее жить, наверное, в двухкомнатной квартире. Поэтому, если бы я на ее месте выбирала квартиру, я бы, наверное, выбрала двухкомнатную. Потому что разница несущественная. Вот реально небольшая разница. Просто вот этой разницы им конкретно не хватает. С учетом всех моментов, что они там берут ипотеку, у них есть какая-то часть денег, которую они подкопили, все равно не укладываются, не получается. Потому что нереально все подорожало. И именно сейчас нужно брать, потому что дальше непонятно, что может еще будет подорожание. Ну, просто если учитывать зарплаты в Баку и цены на недвижимость, это просто сколько лет человеку надо работать, чтобы купить недвижимость. или, например, человеку из деревни переехать, например, хочется в город. Ипотеку вообще очень сложно выдают у нас. Надо иметь стабильный заработок, госработу. Короче, очень много аспектов. И под бешеные проценты ты получишь свою ипотеку. А так, в общем, если просто, например, работать на какой-то работе, получается, всю жизнь надо снимать квартиру. Хотя в Европе там везде люди так и живут годами. Но мне кажется, у нас немножко другой менталитет. У меня лично тоже для меня было существенно прям важно купить, чтобы была своя. Для кого-то это не столь важно, а кому-то нравится жить в разных квартирах, снимать время от времени там разные дизайны. Я их тоже понимаю в какой-то степени, но для меня немножко другие приоритеты. Здесь уже ничего не осталось. Последний кусочек на носа. Кстати, вот иногда, когда пересматриваю свои старые ролики, я смотрю на себя. Раньше я как бы особо макияж не делала, просто села снимала мупанг. А сейчас я смотрю, что эти видео реально неприятно смотреть. Приятно смотреть, когда девушка при макияже там сделала прическу, как-то аккуратно сидит. И мне почему-то хочется все свои старые видео удалить, где я неопрятная, некрасивая, со старыми бровями и так далее. Но жаба! Они же приносят деньги, я их не могу удалить. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Не надоело. Сесть не знаю, как вам показать. В общем, было очень вкусно. Обязательно тоже готовьте. Всех люблю, целую. С вами была Айк Эмири. Пока!